Кошмарное ЧП в Нижегородском морге. Там перепутали покойников. Родственникам усопших стали доставлять тела совершенно чужих покойных. Люди. И так убитые горем на похоронах испытали еще один шок, когда выяснилось, что хоронят они кого-то не того. Ее привезли в голубом гробу. Мы смотрим, смотрим, человек-то не наш. Видите, и голови черненькие. И все, ну совершенно не наш. Покой принесли нам. Мы ждем. Все возмущены. У нас столько много народу. Вы понимаете, это же ужас какой-то. Как посмотрели? Нет, это не наша бабушка. Это не наша. Все стали возмущаться. Давайте сюда. Ребята загружают. Ну что? Нет, ваше. Нет, не наше, говорю. Они полчаса приехали, полпризива. И мы сразу вынули ее, эту бабушку-то. Я говорю, что-то у нее подбородок какой-то. Я говорю, это не она. Я тоже что-то расскажу. Не знаю, почему так получилось. Я даже не знаю, такого безобразия, чего мы никак не встречали. Вот нашу бабушку привезли. Вот наша бабушка. Вот наша бабушка. Вот она. Теперь сейчас поменяли гробы. Видите? Эту бабушку положили в розовый гроб. А ее гроб положили в этот. Вообще кошмары. Это уж вы знаете, сколько народу были. Мы там все шокированы. За такие деньги, такое отношение. Они четверых сегодня спутали. Четверых. Одну увезли в дальнюю Константинову. На сену и мужчину он сказал. Они собрались в Стригину уже везти. Ладно, мы позвонили, что нас нету. Их вернули. А то бы их сейчас нашу бабушку в Стригину увезли. Понимаете? А мы вообще бы не знаю, кого хоронили. Самое главное вообще, агент должен этим заниматься. А раз ему платят деньги, он должен все это делать нормально. А не так, как раз выкинули человека. После похорона родственники не успокоились и попытались разобраться в том, кто же все-таки виноват в случившемся. Ну как это так вот может быть? Не знаю. Тут вот какая-то была путница. Только перевозки. Ну взяли. Кто ее взял-то? Кто ее взял? А кто перевозит? Так вот, кто перевозит. Ну они могли бы при нас эту биргу поставить. Это же и наши сотрудники. Они же положили в одеяло, ее и потащили. Я вам еще раз говорю, что это не наши сотрудники. Мы первый раз от вас это слышим. Жалоб нам не поступало. Никто не звонил, никто не говорил. Ну человеческий фактор, видимо. Ну что, как может произойти? Я не знаю. Где же сказать, в комментариях. Мы же не владеем этой информацией. Сладили вопрос все время, сделали. Просто фамилия была похожа. Все, до свидания. Им какую-то компенсацию выплатили? Что-то извинились как-то перед ними? Ну не ваше дело, давайте. Кстати, по неофициальным данным, которые сообщили родственникам усопших, в морге проводились противопожарные учения. И во время учебной тревоги и возникла вся эта путаница. Субтитры создавал DimaTorzok